Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. Сегодня говорим о событии 13 ноября. Октябрьская, Николаевская, как она стала называться после смерти императора Николая I, железная дорога старейшая в России. Ее история началась в 1837 году с открытия железнодорожной линии Санкт-Петербург-Царская сила. 13 ноября 1851 года дорога соединила две российские столицы, что знаменовалось спуском первого всенародного поезда. В 11 часов 15 минут из Петербурга отправился пассажирский поезд, который прибыл в Москву на следующие сутки в 9 часов утра. В пути он пробыл 21 час 45 минут. Расстояние между Петербургом и Москвой составляет 598 верст, 634 километра. Длину дороги определили в 604 версты, 644 километра. В то время это была самая длинная в мире железная дорога из двух путей. В первое время между Петербургом и Москвой курсировали два пассажирских и четыре товарных поезда. Пассажирский поезд состоял из семи вагонов, товарный – из 15. Средняя скорость движения составляла 29,6 километров в час. Постепенно скорость движения поездов увеличивалась, а время в пути сокращалось. В 1931 году на Октябрьской железной дороге появились пассажирские паровозы серии Ииска Ломенского завода, и был пущен экспресс «Красная стрела», на перегонах развивавший скорость до 120 километров в час. В 1965 году между Ленинградом и Москвой начал курсировать дневной скоростной поезд «Аврора», способный разгоняться до 160 километров в час. В 1984 году в график движения был введен электропоезд Р-200 Рижского выгоностроительного завода. Этот поезд способен был развивать скорость до 200 километров в час, а в пути он проводил около пяти часов. В 1996-2000 году проведена реконструкция магистрали «Петербург-Москва», фактически построена по современным технологиям новая железная дорога. Благодаря реконструкции составы могут достигать скорости 200-260 километров в час. Октябрьская железная дорога проходит по Ленинградской, Московской, Новгородской, Тверской, Псковской, Мурманской, Вологодской, Ярославской областям, по территориям Санкт-Петербурга и Москвы, а также Республике Карелия, соединяет Россию с иностранными государствами. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.